Продолжаем программу. Особенностью внешнеполитических контактов Узбекистана последних двух лет стало предоставление регионам широких возможностей для налаживания прямых контактов с зарубежными деловыми кругами, потенциальными инвесторами, образовательными и научными учреждениями. Так называемая децентрализация позволила реально взглянуть на потребности и возможности той или иной области. За год более 40 посещений регионов руководителями местных администраций тому подтверждение. Первый форум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией вновь отразил совершенно новые тенденции, складывающиеся в общении, как сейчас говорят, B2B. Раскрываем потенциал. Тема делового завтрака, где в неформальной обстановке главы регионов Узбекистана и Российской Федерации могли пообщаться друг с другом, обсудить совместные планы. Участие в утренних беседах приняли и руководители ключевых министерств и ведомств. Представители деловых кругов двух стран. Мы очень много работаем и получаем продукции с Узбекистана. Наверное, больше, чем любой другой регион. Это однозначно. И вот если говорить о товарообороте между нашей областью и Узбекистаном, то это более 200 миллионов долларов. Причем эта цифра постоянно растет. Я более чем уверен, что после сегодняшнего форума будет сделано еще больше. Наши личные контакты будут этому способствовать. Я очень рад, что пообщался со своими коллегами здесь. Очень много увидел, узнал нового. У нас есть интерес к работе узбекских компаний в области сельского хозяйства. У узбекских компаний есть интерес к нашим машиностроительным, металлургическим компаниям. Безусловно, это общение, оно интересно. И самое главное, я уверен, продуктивно. И по итогам форума уже подготовлены соглашения. Подписан ряд соглашений между регионами Узбекистана и России в торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном сферах. Сегодня и продукция промышленная, и продукция машиностроения очень хорошо востребована. И существует большой потенциал и большие перспективы для того, чтобы создавать совместное производство. На первой стадии это могут быть инвестиции непосредственно, скажем, в республику Узбекистан с поставкой практически всех комплектующих или сырья, скажем, из Российской Федерации. Со следующими шагами по локализации, то есть вовлечению тех ресурсов и возможностей, которые есть в самом Узбекистане, для того, чтобы эту продукцию наполнять. Таким образом и расширяются рынки сбыта для российских компаний. С другой стороны, растет экономика и Узбекистана. Форум очевидно покажет, что эта сотрудница будет не только на уровне общения и переговоров, а прежде всего на уровне реализации конкретных проектов. Что очень важно, чтобы результатом форума была уже работа на земле.